Гнев бывает разного происхождения. Чтобы вы понимали, у нас за эмоцию гнева, если так ее можно жестко выделить, отвечает миндалевидное тело в подкорковое образование, миндалина. И эта распрекрасная миндалина отвечает за страх в первую очередь, а гнев, она отвечает за него как за защиту от краха. Если вы чем-то испуганы, вы можете даже не чувствовать страха, но вы могли подвергнуться ситуации, которая у вас нарушила ваши границы. Условно говоря, вы идете, и вас кто-то толкнул, и у вас гнев. Что это такое? На самом деле, кто-то вторгся в ваши границы, ваш мозг испугался вторжения, и после того включил оборонительную реакцию в виде гнева. Ловлю, значит, соответственно, это реакция защитная. Животное, когда какой-нибудь лев гонится за какой-нибудь антилопой по саванне, не испытывает гнева. У него нет гнева. Ах ты, антилопа, сейчас я задру. Нет, он голодный, он хочет кушать, он бежит за сосиской, понимаете? Ну, как бы, у него же нету здесь идеи разозлиться на антилопу, и поэтому ее, так сказать, прибабахнуть. Нет, он голодный. И такой бравый в связи с этим. Вот. Поэтому гнев – это наша защитная реакция. Значит, почему вы раздражительны? Значит, вы где-то чувствуете свою незащищенность. Вы где-то чувствуете, что у вас, как бы, вы не чувствуете себя в безопасности. Сферы разные могут быть. Почему это так может у вас образовываться? Вот. Но в конечном итоге ответ один. Если вы не чувствуете себя в безопасности, вы или впадаете в тревогу и залезаете какой-нибудь в угол, вот, или вы начинаете раздражаться на все. И я вам должен сказать, что депрессия – это… Все думают, что они знают, что такое депрессия. На самом деле депрессия – это очень широкий пласт различных патологических эмоциональных состояний. И есть депрессивные пациенты, которые… Значит, все свое, все их депрессивное состояние обуславливается, по большому счету, проявляется одной лишь раздражительностью. То есть, вот, просто человек раздражительный. Представляете, раздражается женщина на мужа. То несет, пьянки несет, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Потом принимает антидепрессант и вдруг перестает на него раздражаться. Что случилось? Муж поменяли? Нет. Использовали антидепрессанты, которые помогли справиться с депрессивным состоянием. Вот, поэтому, если вас все раздражают… Да, но есть еще… Я вам сказал, но все еще осложнее. Кроме того, раздражительность может быть привычкой. Значит, мы можем сформировать такой поведенческий паттерн, в рамках которого мы все время будем переживать раздражение в определенных ситуациях. Значит, ну вот, например, есть люди, которых раздражают тупые люди. Вот. И они умно все время, значит, бьются в припадки и говорят, «Боже, все эти идиоты!» Ну, да, может быть, не все слишком умны, но в связи с чем ты раздражаешься? Хочешь, чтобы они как-то вдруг стали поумнее ли все? Как-то это маловероятно. Что сделать? Какие варианты, способы решения? Может быть, как-то лучше придумать, как сфункционировать, если они, по твоему мнению, не дотягивают до какого-то состояния? Непонятно. Вот. Поэтому, может быть, просто привычка. Вот. Есть люди, которые привыкли раздражаться на что-то. Вот водители, например. Они едут, и некие есть водители, которые едут, и раздражаются просто, они всю дорогу раздражаются. Но вот у них способ существования. Это не потому, что, как говорят, они просто, просто, они так, как бы, живут насыщенной жизнью таким образом. Понятно, что каждый из тебя подрезали, ты можешь раздражаться. Почему? Нарушили твое пространство, испугался, будешь, ха, это защита. Вот. А можно просто, эй, там и все, я сейчас вас. Ну вот. Это что? Вот. Раздражение от вздорного характера. Потому что такое характер? Набор вздорных. Ну, если хороший характер, то разбор хороших привычек. А если вздорный характер, то набор плохих. Спасибо.